Игры 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 возможности тотемщика-некроманта или тотемщика-саммонора, назовите это как угодно. Опа, опама. Кто это? Кто это здесь такой дерзкий у нас? Это странно. Почему у меня FPS так упал, когда я включил? 60 было, сейчас почему-то 20. Очень, очень действительно странно. Ну, вроде как я смотрю на качестве картинки, это не отображается. На качестве видео, думаю, тоже не будет отображаться. Итак, тотемщик-некромант, тотемщик-саммонора. От смены названия смыслов не меняется. В чем плюсы, в чем минусы? Ну, минус прежде всего, потому что он не может использовать никакие умения, кроме, соответственно, тотемов и той челяди, которая бегает рядом с ним. Челядь это, она бездумная, да, она, конечно, очень сильно помогает бою, она отвлекает на себя. Первая подыхает, как правило, она, если вы более-менее нормально одеты, естественно, не ходите в тряпках. Ну, тут ходить в тряпках, я даже не знаю, мне кажется, смысла вообще нет. Хотя есть некоторые умения в билде, которые непосредственно на это, на энергетический щит направлены. Но был у меня случай, когда был я вроде как в тряпках, все как полагается, маг, интеллект, ну, тоже самонор тотемщик. И просто ваншот, то есть добрался до меня какой-то босс, просто вот так вот пробурился через толпу этих, этой челяди, которая бегает вместе со мной. И попросту меня ваншотнул. Сейчас я одет в кольчугу, это наиболее приемлемый вариант для этого класса. То есть броня плюс энергетический щит. И чувствую себя гораздо более комфортнее, потому что монстры разные, монстров много. И некоторые из них действительно игнорят ту толпу, которая лежит перед вами. И пробираются непосредственно к вам уже, так прокачались камушки урон хаосом. Это мой второй тотемщик самонор. Почему второй? Потому что первый у меня был создан еще до обновы, до того, как был патч на четвертую главу. Он у меня был создан на обычном сервере, а как они у нас правильно называются. В общем, он был создан на обычном, скажем так, сервере. Я, честно, вот прям реально забыл, как называется. В голове крутится, поэтому просто пока я буду вспоминать, немало времени пройдет. Он у меня вкачан, в принципе, по тому же самому билду, за исключением на этом я первым делом прокачал два тотема. Сейчас уже выкачиваю челик. То есть на том у меня, этот у меня какой, 42-го, тот 44-й. Там он может 6 зомби и чуть больше скелетов призывать, а этот как бы 5 пока что зомби. Но, 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 говоря о челике, говоря о приспешниках, которые бегают с вами, как бы второй, я говорю, второй такой класс. И более все удачно, а именно вот такие вот скиллы. Теперь я юзаю сотворение призрака. Он нам, значит, что дает? Вы можете, он у меня прокачан уже, я могу двух призраков с собой водить. То есть какой-то труп, если валяется на земле, то, я сейчас не хочу просто юзать, то вы на нем юзаете, и он наподобие зомби поднимается. Но только если зомби, ну как бы, если когда вы поднимаете зомби из какого-то трупа, вы создаете непосредственно зомби, то когда вы поднимаете призрака, вы поднимаете именно того моба, который валяется на земле. То есть это, конечно, гораздо удобнее. Можно поднять себя лучником, можно, я когда-то третий акт, когда заканчивал, там, кто помнит, такие маги, которые проклинают в последней локации, такие деды бегают в белом балахоне, он жезлом, он проклинает своих врагов, может также призывать зомби. То есть я поднял такого призрака, и он бегал и применял все умения против моих врагов, те же самые умения, которые он применял против меня непосредственно. То есть вот так вот. Также призыв голема хаоса, но это понятно, это по умолчанию, когда в четвертый акт переходите, вам дают камушек. Но они также продаются в четвертом акте у торговца, эти камушки можно себе любого голема взять. И единственное, что можно только одного голема с собой таскать, вводить. И не знаю, может быть какая-то уникальная вещь есть. Во всяком случае в билде я не нашел, чтобы больше одного голема можно было призвать. И вот офигительный просто аниматрон. И есть также еще один скилл. То есть аниматрон, он у нас на что направлен? Вы берете этот скилл. Что у нас тут? Ну вот давайте пугающий коготь ему. Ну нужно, чтобы валялся на земле какой-то опознанный предмет, белка. Также вы можете опознать синьку, также вы можете опознать хоть уникальный какой-то предмет, бросить его на землю, дать команду, то есть забрать его. И вот видите, вот он, вот он бегает, они просто хаотично так двигаются. Вот он бегает, то есть на нем он одевает на себя броню, перчатки, шлем, сапоги. И плюс оружие, то в зависимости от того оружия, которое вы ему укажете, он может взять щит-меч одноручный, он может взять двуручное оружие, он может взять два двуручных. Единственное, он не может пользоваться луками. Это, конечно, ну не то, чтобы удручает, но было бы интересно даже на это просто посмотреть. Так же у меня вот Вааловский камень призыва скелетов, это вообще зерк, конечно, конченый, реально конченый зерк. Вот этот Вааловский камень, он призывает 17 скелетов сразу, в отличие от дефолтового. Ну то есть класс, я говорю, для меня это самый легкий класс для прохождения. Есть где развернуться, и челлендж есть, то есть здесь нету закликивания одного скилла. Потом, я в самом начале сказал, что не может тотемщик использовать какие-то умения, которые наносят дамаг. Но, 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 сейчас мы разберемся с этой группой. И здесь же у нас, что самое интересное, есть такое умение, как колдующий тотем. Если вдруг кто-то не знает, что это, либо не знает, как он работает. То есть вы берете колдующий тотем, поскольку я тотемщик, да? Вставляете в него любое, вот в частности у меня сейчас ледяной каскад, любое умение, которое вы могли бы юзать руками, и у вас будет создаваться такой тотем. То есть прокачивается и умение, прокачивается и непосредственно тотем. То есть вот, 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 пожалуйста, ледяной каскад. То есть я не вступаю в ближний бой, я создаю тотем, а он юзает то же самое умение, которое юзал бы я. То есть по мне так это, конечно, гораздо более удобно. Ну, сразу могу сказать, по статистике, по моей личной статистике, вот, игры Path of Exile, больше всего у меня вайпов на рейнже, на лучнике. Меньше всего вайпов на, вот, тотемщики с амонами. И в среднем, но гораздо меньше, чем на рейнже, на моем... Так, у нас что-то, что-то тут я проседаю, это кто-то... А, здесь уникальные такие-то... Понятно. Тут придется покрутиться. Опять же, вот, спасает то, что на мне более-менее броня. Броня, щит. Это, конечно, спасает. И никто не говорит, что нужно встать на одном месте, хотя вот... Да, да, здравствует очищение. Хотя, вот, непосредственно Варвара у меня, как раз-таки, он больше, более бронирован. Энергетического щита у него практически нету. Но он такой класс, который, вот, он стоит на месте. И ему комфортнее. Там тоже, конечно, свои плюсы и минусы. Плюсы то, что он действительно такой, ну, пока что, во всяком случае, просто в обычном режиме он, на обычной сложности, он такой железнобокий. Его очень трудно сломать. Минусы в том, что за рейнжами приходится гоняться. То есть, это нужно прокачивать скорость движения непосредственно. А вот, тотемщик Саммонер, это наиболее, наиболее для меня приемлемый вариант. Наиболее простой вариант, я повторюсь, челлендж здесь есть. То есть, как раз-таки, куда как более скучно играть, вот, если вот именно говорить о челлендже, то гораздо более скучный... Блин, почему я все время хочу гладиатором назвать? Варвар. Он гораздо более скучный, потому что отталкивается от одного скилла. Здесь же все несколько пободрее. Потом, о чем бы я хотел еще поговорить, кстати, спросить зрителей, если вдруг кто-то знает, ссылку мне можно, где можно это почитать. Я не могу, как бы, измерить урон своих приспешников. В цифрах я имею в виду. Так, тут какие-то тоже. Вызываем армию. Армию гнева, ОМОН. Группу быстрого реагирования. Все. У меня еще желающие есть. Странно, как проседает у меня моя челядь. Все живы, говорим, жив. Призраки, призраки. Все упали. Ну, вот сейчас как раз продемонстрирую, каким образом поднимает призраков. В принципе, все то же самое, только поднимает того, тот тип призраков, который вы уронили до этого. Соответственно. Также, тотемы можно делать и с физическим уроном. Но для этого нужен не колдующий тотем, а стреляющий тотем. То есть, блин, ну, вариантов на самом деле масса. И очень круто с помощью этих самодельных тотемов проходить всякие проклятые локации, корабли так называемые. Потому что бывают там резисты у монстров на, там, допустим, у меня огонь, да, основное. У меня основной огонь. Основной урон идет от огня. Кого-то потерял я, нет вроде. А, нет, одного зомбака. Ну, зомбака поднять не проблема. Восполнить этот пробел. То есть, бывают какие-то корабль локации, где прямо написано, что имеют там резист к огненному урону. Или отражают огненный урон. Соответственно, что? Вот ледяной тотем у меня есть. Вот можно, кстати. Сейчас просто даже в качестве демонстрации. Это по ситуации. То есть, вот это был ледяной тотем. Убираю отсюда умение ледяной каскад. Вставляю умение цепь молний. И сейчас наглядно. Сейчас толпу найдем какую-нибудь. Продемонстрирую. Совершенно другое. Уже будет. То есть, начинает... То есть, бьет теперь молниями. Может шокировать. То есть, ну, блин, не знаю, как кому, но для меня это наиболее удобоваримый, наиболее играбельный класс. ЖД немножечко так заблудился. Мне казалось, вот здесь, оказывается, лестница. У нас есть проход наверх. Вот, пожалуйста, он бьет молнию. Почему я взял сюда другие эти? Ну, потому что локация огненная. Монстры имеют здесь... Резист к огню. То есть, соответственно, нецелесообразного... Пользоваться здесь... Огненными какими-то скиллами. Даже под проклятиями они все равно... Ну, гораздо бодрее вот так вот их разбирать. Так, у меня скелеты не призваны. Вообще, обычно я... Когда открываю ларцы, вызываю еще скелетов. Не то, чтобы не призваны, а как сказать-то... Они у меня... У меня сейчас стоит валовский призыв скелетов, поэтому... Ну, в принципе, ничего сложного. В принципе, ничего сложного. Единственное, по-моему, одна собака успела срыгнуть от меня. Сейчас ее нужно поймать. Куда она убежала, непонятно. Вот в этом, конечно, плане... Немножечко раздражает. Вот куда вот она убежала? Одна какая-то... Мразь. А, нет, открылся. Открылся, открылся. Все, это я куплю. Прошу прощения. Меч мясника. Ну... 32-75. Двуручный меч. С четырьмя. Можно взять. Можно взять. Мне-то он, конечно, не нужен. Но я положу в сундук потом на своем... Почему же я его гладиатор-то еще хочу назвать? Может, потому что здесь неправильно переведены, на самом деле, классы. Вот, кстати, один из типов монстров на своем варваре. Один из типов монстров, когда они, видите, они просто игнорят толпу и могут сквозь толпу проникнуть ко мне. Вызываем Омон. Также ауры, конечно, если вы сам монар, конечно, вам нужны ауры. Ауры проклятия уже постольку-поскольку. Но я проклятия в билде не выкачивал, но я их юзаю. Ауры вам, конечно же, нужны. У меня сейчас аура на восполнение ХП. Аура на резист... К всеразличным... Ну, в общем, на резист к стихиям, что делает мою челядь наиболее выживаемой. И вот эту локацию я еще не проходил. То есть я проходил предыдущую, там, где в конце арена. Другим самонаром я ее проходил. Не этим. Этим я ее не проходил. Но, естественно, пройду. Хочется поскорее. С другой стороны, понятно, что за один день это не... Ну, хотя, если не есть, не спать и подыхать, как бы, за компьютером, то, может быть, можно все три... Да хотя, наверное, нет. Все три автора вряд ли можно побежать. За один день, там, или за одни сутки. Вот. Вот эта вот толпа скелетов, чем она хороша? Тем, что, если вы выпускаете ее против огромной толпы, то она успевает сама себя перезарядить. То есть они разрывают, в принципе, клочья. Ну, очень бодро разрывают. Все, что движется. Это толпа скелетов. Ой, что там? Прямо, прям, прям на меня. И она, эта толпа, успевает сама себя перезарядить. Ну, все. В принципе, вот, в принципе, таких особых напрягов нет. Единственное, конечно, нужно следить. В этой толпе легко потерять самого себя. То есть нужно следить за своим уровнем ХП. Краем глаза, то есть смотреть на непосредственно орб, который слева находится. Потому что легко потерять самого себя в этой толпе. Также периодически нужно поглядывать. То есть зомби пять, все на месте. Эти, ну, это понятно. Два призрака, все на месте. Ауры висят. Аура голема висит. Все прекрасно. Можно двигаться дальше. В принципе, наверное, это все, что я хотел рассказать о тотемщиках с аммонерах. Потому что тотемщик, ну, как бы, я видел, серьезно смотрел стрим, там чувак играл с тотемами. Есть же еще уникальная шмотка на призыв третьего тотема. Которую мне еще, ну, я так думаю, предстоит только где-то выбить на какой-то из карт. Это мне все еще предстоит. Вся эта веселуха впереди у меня. И третий тотем, конечно, он еще больше. Но считайте, три тотема, это, грубо говоря, это три стихии, которыми вы можете бить одновременно. То есть, это, имея три тотема в арсенале, не будет локации, где, скажем так, где враги будут полностью резистить какую-то одну из стихий. Даже если будет такая локация, всегда можно сделать тотем с физуроном. Это, ну, то есть, стреляющий тотем, туда вставляются рейндж камни, то есть, те камни, которые используют лучники. И он делает все то же самое. То есть, возможности масса, масса. И очень интересно все это комбинировать, все это смотреть. Очень интересный результат. Не то чтобы иногда, а всегда получается. То есть, у меня в перспективе, я хочу сделать один стреляющий тотем, который будет стрелять и наносить кровотечение. И не поставить один магический тотем, что они... Вот видите, иногда они попросту не реагируют. Действительно, может подбежать группа монстров, вас разбирать, но пока нет прямой атаки, а прямая атака у тотемщика осуществляется только тотемами. Потому что ни одного активного скилла дамажащего у него нету. то, соответственно, они могут действительно стоять и вообще не реагировать на то, что вас убивают. Ну вот, толпа была большая, и сам видите, они сами себя перезарядили в этой толпе. То есть, два раза чуть ли не подряд я и узнал призыв вот этих валовских скелетов. Но теперь вот нужно будет перезаряжаться. Вот, ребят, на этом, наверное, всё. Пожалуйста, кому интересен данный класс, и у кого возникают какие-то вопросы, пожалуйста, пишите с удовольствием, отвечу в комментариях, если нужно будет что-то более подробно показать. Ну, значит, сделаю видео. Ну, буду делать видео я по этому классу, все свои соображения, все свои наблюдения. Так, я не сказал, не могу я отследить непосредственно в цифрах дамаг своих приспешников. То есть, взять тех же самых зомби, да, скелетов. Ну, вот, окей, у нас есть вот такие вот штуки, которые приспеш... Ну, вот, 10% увеличения урона. Это понятно, что 10% увеличения урона. Но! Но! Цифры! Цифры! То есть, 10% это плюс к чему? Вот с этим я пока разобраться не могу. Поэтому, если кто-то знает, где посмотреть, может быть, кто-то знает ДПС-метр, который можно установить, чтобы он отследил урон непосредственно приспешников. Буду премного благодарен. Это, естественно, я всё сделаю, проанализирую, сделаю видео и выкину всё это в интернет, чтобы другие люди не парились. И также, если вдруг у кого-то есть какие-то наблюдения, о которых я не сказал, может быть, я что-то забыл, может быть, я что-то не знаю, я не могу сказать, что я самый крутой самонер-тотемщик, который вообще есть в Path of Exile. Если у кого-то есть какие-то соображения, если кто-то знает какие-то толковые советы, пожалуйста, пишите в комментариях, в комментариях, я это всё проверю. Если будет интересный результат, всё это опробую. Если будет интересный результат, конечно же, сниму и выложу опять же в интернет. В нашу всемирную глобальную сеть. Ну что же, вот да, на этом, пожалуй, всё. Всё, что я вспомнил, всё, что я хотел рассказать. Всем спасибо. Ребята, кто смотрел, смотрит, будет смотреть. Для вас играл Саша Пуговкин или Гвадриди. Кому как удобнее. Ставьте лайки, если вам понравилось данное видео. Крепость Каума. Но это я сделаю в следующем видео, как я буду убивать босса. Ставьте лайки, если вам понравилось данное видео. Подписывайтесь, конечно же, на канал. Будет очень много видео по самым разным играм, в том числе и Path of Exile. Блин, я неделю в него задрочу. Ни во что другое не захожу. Вот. Даже в арк. Survival. Как ты пока что забил, я зашёл. У меня там динозавры все сдохли, в принципе, от голода. В принципе, уже смысла пока что нет туда рыпаться. Вот. И вступайте в сообщество ВКонтакте, куда стекается вся информация о моей бурной игровой деятельности, а именно стримы, видеопосты. Я же пошёл в крепость Каума. Я так чувствую, там будет сам Каум в конце. То бишь, босс. Ну всё, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!